Он считал это своей заслугой, отказался от власти добровольно. 25 декабря 1991 года первый и последний президент СССР заявил и о своей отставке, и о прекращении существования самой страны. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Прошло почти 30 лет, но люди все так же спорят, могло ли тогда в конце 80-х, начале 90-х все пойти иначе. В этих спорах после слов «Советский Союз» чаще всего встречается глагол «развалил», а потом следует фамилия Горбачев. Союз это драма моя, как и я думаю драму нашего, всего Содружества Союза. Горбачев сыграл решающую роль в падении Берлинской стены и объединении Германии. Покончил с гонкой вооружений, заключив в США тот самый договор о ракетах средней и меньшей дальности, который спустя 30 лет был американцами с легкостью опрокинут. Именно Горбачев поверил уверением НАТО о том, что оно никогда не будет расширяться на восток. Чем закончились эти 30 лет экспансии, всем сейчас прекрасно известно. Когда распался Советский Союз, наши партнеры сделали вывод. Слушайте, ну во-первых, первый вывод. Ведь мы же вот использовали то-то оружие и добились вот чего. Так почему сейчас отказываться от вооружений, от гонки? Надо продолжать. В 90-м году ему вручили Нобелевскую премию мира, Горбачев на западе медийная персона, получает Грэмми за озвучку мультфильма и снимается в рекламе австрийских железных дорог, французских сумок и сети американских пиццерий. А чего? Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Темой пересудов стали также непривычный Южный Говор Горбачева и постоянно находившаяся рядом жена Раиса Максимовна. На западе ее потом назовут советской первой леди. Она готова бросаться, такая защита у мою, на кого угодно. Эпоха правления Горбачева прошла под знаком тотального дефицита продовольствия, бытовой техники, товаров первой необходимости. Экс-президент начал антиалкогольную кампанию, но борьба с пьянством привела только к вырубке виноградников и расцвету самогоноварения. Будем давать слово. Тотальный дефицит продовольствия Горбачев пытался компенсировать свободой слова. Вы пока присядьте. Или постойте. Апофеоз перестроечной смуты. Август 1991. Новое для советского общества слово «пуч». В народный лексикон войдут новые слова. Ускорение, перестройка, гласность. Созданный недавними соратниками Горбачева Государственный комитет по чрезвычайному положению объявляет об отстранении советского президента от власти. Михаил Сергеевич Горбачев находится в полной безопасности. Ему ничего не угрожает. Единственное, надо определенное время для того, чтобы он просто восстановил свои силы. Его эпоха, как и его личность, оказались слишком противоречивыми, чтобы общество смогло прийти в своем отношении к Михаилу Горбачеву к консенсусу. Вплоть до того момента, когда первый и последний президент СССР сам навсегда стал частью истории.